здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами московском государственном областном педагогическом университете и поможет нам а в этом грануш самвелов на джафарова начальник отдела с таким длинным но очень важным названием по профориентационной работе с абитуриентами и студентами здравствуйте грануш самвелов правильно понимаю что речь идет о том что мало того что вы набираете абитуриентов рассказывайте то чем мы сейчас будем говорить что такой университет кого он готовит какие направления так далее но и когда уже ваши студенты учатся они имеют некую возможность получать некоторые профориентационные направления векторы то есть где можно уже устроиться даже во время может быть учебы пытаться где-то закрепиться а уж тем более после окончания верно я мыслю но немножечко не так моя работа со студентами уже заключается в том чтобы сориентировать их для поступления на следующий уровень образования да то есть магистратуру вот у нас есть центр трудоустройства инновационного развития карьера он помогает с трудоустройства а вы идете дальше с точки зрения обучения обучения да понятно не но тоже важно потому что это получается у нас 4 плюс 2 до года будет так но четыре да есть еще направление подготовки где срок обучения 5 лет например педагогическое образование с двумя профилями подготовки там срок обучения 5 лет ну хорошо поговорим в общем о московском государстве областном педагогическом университете которые тоже имеет свою историю довольно известно и высше учебное заведение и многие жители московской области не только московской области с удовольствием хотели бы поучаствовать в этой гонке под названием поступи вуз и живи спокойно хотя бы четыре года до начнем с того что раз это областной педагогический университет то наверное прежде всего вы с коллегами рассчитывайте на тех студентов которые живут а может быть даже уже работают московской области верно ну да конечно безусловно мы готовим преимущественно специалистов для московской области но тем не менее к нам поступают ребята из самых различных регионов например в прошлом году до 2022 году у нас поступили абитуриенты из 85 регионов нашей российской федерации поэтому наша география растет но сейчас возможности очень широкие да это и информатизация образования естественно можно документы подать из любой точки российской федерации да и по результатам ега не нужно как раньше до приезжать сдавать каждый у нас никаких таких вот квот по местоположению не существует любой человек может из любого уголка отечества поступить и стать абитуриентом и студентом вашего вуза ну и скажите пожалуйста вот все время говорят о том что у нас значит то экономисты в моде то юристы то я уж не знаю кто в зависимости от врачей в зависимости от ситуации вот я сейчас где-то слышал информацию что после того как пандемия завершилась начинается схлынул немножко поток желающих стать врачами потому что они думают логика такая что не понадобится такого большого количества врачей надо искать какую-то другую работу все равно же все оценивается возможностью профессионального устройства возможностью роста может быть в научном направлении так вот вопрос такой кто сегодня ваш абитуриент кто к вам идет что они от вас хотят но они от нас хотят конечно же получить образование знание безусловно было знание умений и навыков да но в последнее время очень радует такая тенденция что наши ребята все чаще и чаще хотят быть педагогами я думаю что это верное решение да поскольку педагог это все-таки профессия прошлого нынешнего да и буду всегда раму что никогда ни одна машина не ни один робот не заметит не заменит учителя поэтому естественно учитель и я всегда говорю да что учитель может работать кем угодно а вот кто угодно учителем работать вряд ли сможет поэтому естественно сейчас набирают обороты в последние уже наверное года 45 наверное педагогическое образование все большим и большим спросом пользуется но у нас кстати в том числе уже два года мы успешно ведем прием на медицинский факультет мы тоже готовим да поэтому не знаю откуда у вас такая информация это я рассказал просто то что в открытых источниках туда это не ну как бы речь идет о том что ну любые специальности да они рано или поздно испытывают популярность потом они спадают возвращаются и далее это не означает что он так и есть но смысл в том что ведь давайте вспомним когда мы с вами были на вот этом распутье куда идти да какой выбрать направление довольно редко ребята там старшеклассники четко знают куда они пойдут есть обычно до выборы поэтому сегодня ты можешь поступить туда подать документы потом передумать мало того после первого курса и даже некоторые после второго вдруг что-то у них поменялось решение они переезжают вообще в другой вуз и на другой придет в другой предмет и так далее другое направление потому что человек ищет и он должен он хочет я так понимаю найти себя и реализовать себя стопроцентно чтобы не совпало и желание но знаменитая фраза домой с радостью на работу с радостью конечно тут важно и в связи с этим я так понимаю что я сейчас к специальностям веду так долго их у вас много сейчас в принципе любой университет в российской федерации на тонн университет старается максимально открывать новые какие-то направления или сочетать их таким образом вот что у вас за специальности кого вы готовите помимо как мы выяснили педагогов потому что это у вас как бы главный такой до педагогов мы готовим по самым различным отраслям до кроме наверное музыки у нас учителя предметники готовятся по всем предметам помимо педагогов мы готовим медиков как я уже сказала то у нас также есть подготовка филологов есть подготовка спортсменов да у нас есть физическая культура у нас кстати за время существования нашего университета мы выпустили 33 олимпийских чемпиона между пройдем дарить и дают дизайнеров готов мы готовим художников и живописцев мы готовим физиков классических вот я хотел к этой физике и лирики у вас присутствуют как должно быть в университете обязательно я сама физмат закончила поэтому я физтех мой первое образование друг друга понимаем а потом я стал лириком сначала физик потом ли иногда наоборот бывает а я юристов юрист да так ну то есть направление юристов кстати мы тоже готовим экономистов конечно же даже я так понимаю что сейчас огромное количество специальностей и вот тут возникает вопрос обычно любые вузы но рассказывает о себе с помощью там рекламных проспектов каких-то акций конечно деле открытых дверей который вас тоже да будем заходить вот почему все таки как вы считаете ваш университет для жителей области сегодня наиболее такое ну скажем наиболее правильный выбор ведь есть москва в которую тоже наверное кто-то хотел бы поступить ну конечно безусловно каждому свое вы знаете нас университет такой как вам сказать он стал альма-матер для многих и попав туда однажды да уже вряд ли ты захочешь из него уйти как на мир да сделал это я когда-то много лет назад не буду говорить сколько и собственно по сей день я работаю в этом университете у нас настолько душевная атмосфера настолько замечательные преподаватели у нас хорошие стипендии у нас активная студенческая жизнь у нас вообще все возможности для студентов есть то есть если допустим они сейчас поют танцуют они могут продолжать это делать в университете развиваться развиваться от сессии до сессии живут обязательно да она замечательная столовая часто до 10 спрашивают а как вы кормите это важно почему-то для них ну наверное я считаю что в любом наверное такому чем заведение обязательно нужно побывать столовой если я например был проверяющим даже не с точки зрения там медицинская вот я бы зашел посмотрел то что такой хороший показатель а вот еще такой вопрос на по поводу значит стипендии вот этого вот направления скажем такой жизни самая же главная тема для всех родителей даже для родителей наверно больше чем для самих будущих студентов или абитуриентов а это бюджетные места безусловно если у вас такие и шанс не платить за учебу есть конечно нас очень много бюджетных мест ну-ка как много до достаточное количество бюджетных мест в году по по-разному по каждый год да да конечно лучше цифры да в этом году на 2023 год нас выделено 1595 бюджетных мест достаточно высокие да у нас есть бюджетные места и по уровню подготовки бакалавра специалистов и в магистратуре у нас есть бюджетные места и в аспирантуре и по программам среднего профессионального образования то есть также у нас есть возможность получить еще дополнительное образование или пройти профессиональную переподготовку то есть у нас очень много возможностей и в том числе и пройти на бюджет что еще хотел сказать не но и знаете это это так вы уже много сказали что я уже сижу считаю 1595 но он мне кажется что поступить вполне можно а вот такой вопрос не существует ли гать как такие случаи можете не отвечать на него не существует такого ну что ли негласного может быть вот мы там с любили заберем столько то я не знаю там с орехова зуева столько я не лавада и съемок столько заберем нет ни в коем случае для нас все равны вот нет конкурс проходит по баллам ега единственное наверное о чем вы так косвенно до упомянули это наверное целевой прием я как раз вот кстати про него и хотела сказать это помимо бюджетных мест есть возможность поступить в рамках целевого приема что такое целевой прием целевой прием предполагает заключение договора целевом обучения после окончания обучения наш абитуриент который закончен до наш университет по целевому должен вернуться свой муниципальный район и отработать там не менее трех лет я считаю что это очень замечательная возможность помимо гарантированного трудоустройства у них есть возможность дважды участвовать в конкурсе на бюджетные места до поскольку целевые места это точно такие же бюджетные места за них никто ничего не платит как зачастую думают и родители и абитуриенты они выделяются для удовлетворения нужд высоко квалифицированных кадров для московской области ну не только для московской области у нас целевых мест очень много допустим в прошлом году мы зачислили по очной форме более 40 процентов на целевой прием поэтому это очень такая неплохая возможность устранить дефицит прежде всего в педагогических кадрах для московской области ну и опять же пресловутый денежный вопрос для самих родителей и студентов потому что всегда хочется не платить ну-ка ну крути да хоть тем более если есть такая возможность лучше на столовую тратить деньги или на веселую студенческую веселую студенческую жизнь покупать костюмы участвовать там в квейне всевозможных фестивалях и так далее и тому подобное но второй части поговорим немножко об экзаменах потому что по секрету скажу что грануль савиловна еще у нас и в приемной комиссии да то есть вы смотрите на то чаровательную женщину может быть потом придете скажите я вот смотрел с вами эфир помогите мне еще такой вопрос на выходе любой вуз это всегда вот вы про олимпийских чемпионов уже сказали но все равно есть результат да вот наши специалисты работают там то там то там то вот на выходе что у вас получается чем вы можете гордить кем кем вы гордитесь мы гордимся каждым то каждым нашим выпускником они добиваются высот самых различных отраслях это и государственная дума и телевидение до екатерина андреевна нашего андреева да наша выпускница георгий джики а наш выпускник да это и футболисты это братья мирончуки это олимпийский чемпион до якушев тоже наш выпускник и очень много наших выпускников делают уже свои так сейчас скажу проекты свои проекты до свои бизнеса мы кстати на дни открытых дверей стараемся приглашать таких выпускников успешных которые могли бы передать опыт свой как у них это получилось почему они выбрали наш университет да и жалеют ли они о том что они выбрали чего они добились да они открывают и свои частные школы и становятся победителями учитель года что немаловажно молодые наши преподаватели мы ими гордимся но еще портфолио солидное солидное очень солидное мы с вами не хватит нам с вами никакого эфирного времени чтобы все продолжать перечислить ну тогда сделаем сейчас небольшой перерыв и вот во второй части поговорим уже возможно кто-то уже заинтересовался уже записал название уже прикинул себе специальность вот как идет процесс поступления мы поговорим с грану сам волны после небольшой паузы напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях грану сам волна джафарова начальника дела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами московского государственного областного педагогического университета который конечно же прежде всего ну внутренне наверно готовит педагогов но и масса других специальностей направлений как мы выяснили портфолио университета такое что наверно мне хватит довольно таки многих дней и месяцев чтобы перечислить все выдающиеся заслуги как наверное в любом уважающим себя университете с истории все это имеется но никто не отменял вступительные экзамены никто не отменял вот эти нервы егэ баллы приемная комиссия документы давайте немножко вот спустимся на землю на насущном да как можно поступить ваш университет простым дать хорошо еды простой ответ то есть тоже по баллам все это рассчитывается в зависимости от конкретного года поступления да да конечно если мы говорим о школьниках до школьника школ то они поступают исключительно по результатам егэ зачастую бывает такое что дети думают что если они не выберут тот или иной установленный предмет они могут сдать этот предмет университете нет сдать в университете предмет если вы выпускник школы нельзя поступление проходит по результатам егэ за исключением кстати двух факультет в нашем университете это факультет физической культуры и факультет изобразительных искусств на этих двух факультетов помимо егэ необходимо еще сдать творческое вступительное испытание или экзамен профессиональной направленности да на факультет физической культуры это двигательная подготовка на факультет изобразительных искусств рисунок живопись композиции все остальные у нас школьники поступают по результатам егэ а вот если вы выпускник среднего профессионального образования то здесь уже необходимо зайти на сайт и посмотреть какой перечень установлен для вас потому как по некоторым направлениям подготовки установлены егэ а на некоторых направлениях подготовки у нас установлены профильные профильные предметы которые необходимо сдать для того чтобы поступить в университет и конкурс единый будет среди и тех кто поступает после среднего профессионального образования и после школы То есть конкурс будет по баллам. То есть такой глобальный конкурс для всех. Все в каком-то смысле равны. Все равны. У всех есть шансы. Безусловно. А, ну, я не знаю, есть ли такая цифра, сколько вот в год поступает студентов там? Тысячи, две тысячи или как? Ну, вот смотрите, я занимаюсь приёмом в бакалавриат и специалитет, да, буду говорить за свой, ну, и в магистратуру, естественно. Вот в прошлом году, давайте, наверное, большинство интересует всё-таки очная форма обучения, да. Конечно. Бакалавриат и специалитет. В прошлом году у нас было зачислено более двух тысяч абитуриентов. Вот, достаточно, мне кажется, такая серьёзная цифра. Хорошая, солидная цифра. Теперь о документах. Понятно, когда уже можно стучаться к вам в окошко, хочу сдать документы. Как это делается сегодня? Ну, это делается очень просто. Есть три способа подачи документов, четыре даже, да, способа подачи документов. Это либо очно приезжайте в университет, в наш, в частности, вы можете приехать по адресу город Москва, улица Радио, дом 10А, именно здесь расположена приёмная комиссия университета, либо в электронной форме посредством либо информационной системы каждого университета, либо с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Также для тех, у кого нет возможности через интернет-ресурсы подать документы, можно направить документы почтой России. Даже почтой ещё? Даже почтой, конечно. Но, правда, мы уже, наверное, года два или три писем не получаем. Ну, кто знает, всякое в жизни бывает. Но я так понимаю, что и на вашем сайте все эти необходимые инструкции присутствуют, да? То есть, если что, можно туда обратиться и посмотреть. Педагогический состав. Вот кто эти люди, где вы их берёте, как они работают? Ну, то есть, чем красен, так сказать, педагогический потенциал? Ну, у нас шикарный профессорско-преподавательский состав, да? Это более 80% преподавателей имеют учёную степень и звание. У нас преподают члены-корреспонденты Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств. У нас преподают учителя практики, то есть те, которые непосредственно принимают участие в практической деятельности, применяют свои навыки. И они, естественно, могут передать свой опыт будущему поколению, которое обучается студентам. Поэтому профессорско-преподавательский состав здесь у нас шикарный. И я так понимаю, вы всё время занимаетесь тем, что смотрите за кем-то ещё, кого-то пытаетесь пригласить. Опять же, если направление, например, меняется или добавляется какое-то направление, то ищите людей, которые будут работать и так далее. Вы ещё сказали о весёлой жизни студенческой. Понятно, что они и сами себе готовы эту жизнь обеспечить. Но, тем не менее, сейчас модный, ну, их всегда были студенческий совет, какая-то там жизнь. Это тоже немаловажно, потому что иногда в памяти у студента не только преподаватели остаются какие-то знания, что хорошо, но ещё и какие-то приятные воспоминания. Я так понимаю, у вас какие-то фестивали проходят, конкурсы и так далее. Очень насыщенная студенческая жизнь. У нас есть свой театр. Да, у нас есть своё телевидение. У нас своё волонтёрское движение, между прочим, крупнейшее по Московской области. У нас есть своя команда КВН. Ежегодно они принимают участие, как минимум, в фестивале Кевин в городе Сочи. У нас множество различных конкурсов проходит, мероприятий. Вот совсем недавно проходил такое очень красочное, красивое мероприятие. Это зимний бал, но проходит по традиции в Демидовском зале в нашем университете. У нас университет – это памятник архитектуры, который находится, корпус на улице Радио. Вот в этом Демидовском зале проходит такое замечательное мероприятие, где студенты в бальных платьях танцуют. Такие бальные различные танцы очень красиво, красочно. У нас проходит и студенческая весна, и мистер и миссис университет, и так далее, и так далее. То есть мероприятий очень много, и студенческая жизнь очень насыщена. Жизнь кипит. Жизнь кипит, безусловно. Ну и улица Радио, нужно сказать, что, если говорить конкретно про эту улицу, недалеко от Курского вокзала, что удобно всегда приехать. Ну и вообще это такой центр города, там пешком уже можно добраться потихонечку и до центра. И если вы хотите ощутить ещё немножко московской жизни, то у вас тоже такая возможность будет. Да, но, к сожалению, не у всех. Не у всех, да. У вас разные, я так понимаю, расположения. У нас много корпусов, да, всё верно. И не только в Москве, да? Не только в Москве, да. У нас семь образовательных площадок. Первая, да, как я уже сказала, это улица Радио 10А. Затем у нас есть ещё два корпуса на станции метро Бауманской. Там у нас учатся те, кто изучают иностранные языки, филологи обучаются тоже на станции метро Бауманской. И те, кто любит историю, то есть факультет истории, петологии и права. Бауманск тоже хорошее место. Тоже замечательное. Историческое. Историческое, всё верно. И очень большой корпус у нас находится в городском округе Мытищи. Это станция Перловска от Ярославского вокзала. Там у нас тоже очень большое количество факультетов учатся. И чуть подальше, ещё улица 2-я Новая, у нас индивидуально обучается факультет безопасности жизнедеятельности. Вот. Как хорошо, когда Грана Львовна всё знает. Вот буквально за то короткое время, которое у нас отведено для этой программы, мы практически уже ощущаем, что мы все вместе ходим по залам вашего замечательного учебного заведения. Ещё один такой вопрос. Понятно, что конкуренция, она существует везде. И сейчас любой папа с мамой, бабушка с дедушкой, не говоря уже иногда и о самом студенте, потому что иногда не они только принимают решения, идёт выбор. Да, идёт выбор. Тем более, когда люди живут, например, в Московской области, мы сейчас говорим о тех, кто может сделать выбор в пользу Москвы или каких-то других ближайших регионов. Как, собственно говоря, жители любого другого региона, коль вы говорите, что к вам приезжают отовсюду. Отовсюду. Понятно, что программы у каждого университета замечательные, выверенные. Каждый университет говорит о себе, у него своя история. И, безусловно, ваш ВУЗ тоже входит в эту плеяду, так сказать, уже известных. Прошли уже, слава богу, те времена появления каких-то непонятных ВУЗов, которые как появились, так и исчезли. А у вас ВУЗ с историей. Я так понимаю, что вы следите за всеми тенденциями, которые и в российском образовании, и в зарубежном образовании. Вот как идёт это взаимообогащение, конференции? Я имею в виду некая внешняя жизнь вашего ВУЗа, где он представлен. Но я имею в виду, подсматриваете вы что-то у коллег, или вы существуете сами по себе? Ну, конечно, обмен опытом всегда, он очень важен. Это, конечно, необходимо всегда делать, чтобы быть в тренде, как модно сейчас говорить. Есть какие-то общие программы, которые распространяются на все ВУЗы. Но, насколько я понимаю, всё равно битва за будущего абитуриента, она же идёт? Ну, всё-таки, исходя, наверное, из запросов современного общества, какие сейчас специалисты нужны, тех специалистов, конечно, мы и готовим. Чтобы они были востребованы на рынке труда. Если ВУЗ правильно открывает или угадывает направление, куда больше всего приходит, мы понимаем, что в ВУЗовске не только бюджетники нужны, но неплохо было, чтобы ещё были те, кто готовы платить за обучение. Для этого нужно открыть такую специальность, чтобы туда, ну, что называется, валом покатили все. То есть я так понимаю, что происходит эта работа, то есть модерирование какое-то и поиск каких-то новых направлений. Да, конечно. Здесь, наверное, больше изучение рынка труда. Да, конечно. А рынок труда сегодня, ему интересно вообще, сейчас не только о Вашем ВУЗе, вот раньше, я помню, в метро даже стояли дипломы продавали, просто слово диплом. Неважно, какой хочешь сегодня, можешь медицинский, а завтра так-то. Сейчас как бы этого нет, и мы слышим разговоры, что на многих предприятиях, в общем-то, ну, как бы диплом ты сдаёшь, но как-то и не интересуется. Или, как раньше говорили, вот всё, чем у вас учили, забудьте, мы по-новой теперь будем. Есть сегодня востребованность на предприятиях страны именно дипломированных студентов? Или это немножко миф? Нет, это не миф. Здесь, наверное, с вами не соглашусь. Наверное, без высшего образования, конечно, если вы хотите быть каким-то рядовым служащим, может быть, вам и достаточно среднего профессионального образования. Если вы хотите расти по карьерной лестнице, добиваться каких-то успехов, то здесь вам высшее образование просто необходимо. Вот очень часто сейчас даже люди, имеющие высшее образование, получают либо второе высшее образование, либо идут обучаться в магистратуру, потому что им это нужно для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Поэтому нет, высшее образование, оно, безусловно, нужно. Естественно, практику вам дадут уже на месте будущего трудоустройства. Может быть, какие-то навыки, которые вы получите в университете, они вам пригодятся. Поэтому нет, я ярый сторонник получения высшего образования. Я думаю, что нужно, конечно, стремиться к этому. Вот такая у нас концовка. Концовка Гранушка Савиловна Джафарова, начальник отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами Московского государственного областного педагогического университета, еще раз всем напомнила, что высшее образование сегодня не только нужно получать, оно не только в моде, но и в тренде, и даже в бренде. Потому что бренд университета – это тоже такая важная история. Мы желаем вам, вашим коллегам, хорошей приемной комиссии, приемного, так сказать, этапа. Ну и, конечно, всем тем студентам, которые работают сейчас, которые совсем недавно отметили День студентов вместе с преподавателями, продолжать, так сказать, трудиться во славу вашего учебного заведения. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова